Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ильичев Антон, и вы на канале Твоя Душа. Добро пожаловать в сказку! Приятного вам просмотра! Если бы мы обладали бы специальным зрением, то увидели бы вокруг себя множество неупокоенных душ. Какие-то души спокойно ждут ухода, а некоторые не могут покинуть землю, плачут и маются. Причин неупокоенных душ – тьма, внезапная смерть, убийство, колдовство, суицид, сильная связь с живым человеком. На Лихачевском кладбище, где мы с вами находимся, тьма неупокоенных душ. Перемещаемся в 1930-е годы, в годы строительства канала имени Москвы. Глубокая выемка – деревня Лихачева, деревня Гнилушев. В этих двух поселениях было построено множество бараков для заключенных, для строителей канала. Местные жители со слезами на глазах рассказывали, в каких тяжелых и жутких условиях живут и трудятся эти люди. Нередко от голода и от таких тяжелых работ люди умирали прям с лопатами и с носилками, и их тут же закапывали. Колдуны облюбовали этот погост, так как на Лихачах много неотпетых и неупокоенных душ. Здесь брали могильную землю для обрядов, совершали ритуалы, наводили порчу по фото. В начале 2000-х Лихачевку официально закрывают, и колдуны начинают все реже и реже посещать этот погост. Но, буквально три недели назад, когда я общался со смотрителем кладбища, он мне рассказывал, что когда он гулял с собакой ночью в 12 часов, он видел пару, мужчину и женщину. Они выходили из центра кладбища. В конце 80-х, в начале 90-х, прихожане на кладбище часто видели призрак женщин, убирающий свою могилу. Это захоронение мы с вами убирали. Пойдемте, я вам его покажу. Чувакова Клавдия Васильевна, 1895-1956. Работала учительницей в Долгопрудном. Колдовала. Смерть у нее необычная. Сын алкоголин задушил ее подушкой собственными руками. Но убираться ей уже нету необходимости. Мы с вами следим за ее могилой. Очень трогательная история соседнего захоронения. Мы его с вами тоже убирали. Мама работала фельдшером. Умерла своей смертью. Дочка была заучим в школе. Умерла от рака легких. Сын в послевоенные голодные годы связался с плохой компанией. Они воровали по электричке. Произошел конфликт. Ребята бросили его под поезд. Ему было всего 16 лет. Ну вот, друзья мои, подходит к концу наша сегодняшняя сказка. Что я вам хочу пожелать? Счастья, крепкого здоровья, любви. И, пожалуйста, не болейте. С вами был Ильичев Антон. И были вы на канале Твоя Душа. Друзья, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok